Доброе утро, дорогие друзья. Ну что же, опять приходится говорить о коронавирусе. Снова он возвращается, снова страх проникает на улицы, в дома. Снова у людей неспокойно на сердце. Я, не дай бог, не вмешиваюсь в знаменитый спор противника вакцинации и его поборников. Это уже эпические битвы, мы об этом не говорим. Я о другом. Нельзя дать проникнуть в сердце страху. Это и есть самое главное, хуже любой бактерии. Ничего не бывает случайно. Говорили мудрецы, что у каждой стрелы, у каждой пули, у каждого вируса есть своя цель. Они не просто там распространяются по воздуху. Да, когда написано, что когда ангелу разрушения дается сила, то в опасности все. Но тем не менее, наблюдение персональное, оно так и продолжается. Страх, это вещь, которая, ну как и любая вещь на Земле. Если мы хотим найти корни или явление, мы должны посмотреть, где оно в Торе появляется первый раз. Когда человек в страхе и в панике, он пропал. Страх, заразная болезнь. Поэтому в Торе сказано ясно. Тот, кто боязлив и малодушен, речь шла о войне. Пусть возвратится домой, чтобы не заразил своих братьев трусостью. Потому что один единственный боец, он уже заразит панику. Паникой армии может. Написано там еще что, наши братья внесли страх в наши сердца. Когда сердце полно страха, его вообще ни в чем не убедишь. Оно занимается только этим страхом. А они испугались. Человек в страхе не человек. Учили наши мудрецы в трактате Брахот. Тот, кто идет по местам, где водятся хищники, разбойники, пусть молится короткую молитву. Какова она? Говорил Раби Елизавет. Выполни свою волю. Молитва такая. Выполни свою волю на небесах и дай душевный покой и удовлетворение боящимся тебя здесь внизу. И сделай то, что хорошо в твоих глазах. Благословен ты Господь, слышащий молитву. Все. Комментировал Раши. Дай им, боящимся тебя, спокойствие, чтобы они не впали в панику из-за хищников или разбойников. Получается, что молятся не о спасении от хищников и разбойников, а о спасении от страха и паники. Потому что это самое главное. Страх ослабляет организм. Страх неконструктивен. Маленькая Майса. Жил в городе Ярфа в Израиле один человек. Человек, который решил присоединиться к купцам на корабле, собрал полный мешок товара и рано утром отправился в порт. Торопился, не заметил и наступил на гвоздь. Гвоздь пробил подошву, вонзился глубоко в ногу. Пока он освободился, пока обработал рану, пока доковылял до порта, корабль уже далеко в море. Заплакал человек от обиды. Как еще, что делать, когда представится такой случай. Потратил такие деньги на товары. Что делать, продать теперь за небесценок. Это невыгодно. Вот несчастье. Вернулся домой, проклиная свою судьбу. Через три дня пришло известие, что тот корабль во время шторма налетел на скалы и затонул. Все моряки и пассажиры погибли. Что сделал этот человек? Возблагодарил Всевышнего за свое спасение. И повесил гвоздь на самом видном месте в доме. Идеален хасидский подход здесь. Говорил Раби Симхабунем. Хасид ни о чем не беспокоится. Ведь беспокойство это страх перед неопределенностью в будущем. А хасид точно знает, что его ждет. Всевышний даст то, что пожелает. Все. А все, что он пожелает, благо в глазах хасида. Представляете, какая гениальная формула. Вера это понимание, что все от Господа. А главное все к лучшему. Брахавы от слоха и все же здоровья.